Музыка Уважаемые любители наших теперь уже национальных экспериментов, хотя к нам присылали заявки по поводу тестирования энергетических расходов мозга из Грузии, из Молдавии, из Азербайджана и даже из далекой Швеции и Англии. Даже там есть наши люди, владеющие русским языком, интересующиеся энергетическими расходами мозга. В своих исследованиях мы сравнивали многих людей с теми или иными деятелями, ну известными, имеется в виду культуры, писателей или тем паче каких-то политических деятелей. И это было все вполне закономерно, потому что ну что человеку сказать, что там вы батенька ленитесь или вы батенька затрачиваете очень много усилий. Когда проще человека сравнить с тем, кто широко и хорошо известен. Иначе говоря, мы провели большую работу и могу, так сказать, подвести некий итог уже в Санкт-Петербурге, то, что я вам обещал. Каков итог? И так у нас проучаствовало, реально проучаствовало в работе больше двухсот человек. Оказалось, что люди обладают очень разными способностями, несмотря на то, что некоторые, значит, написав нам текст, прислав свои данные, страшно переживали от того, что ну как-то не тот уровень будет. То есть, ну, плоховато они себя нам предоставили. Они в панике переписывали, очень стараясь и текст, и присылали фотографии другие. Но все оказывалось все тем же разницей. Доли процента, ну, один процент максимум. То есть, вы поймите, переделать собственные мозги мгновенно не получится. На это нужны годы, если не десятилетия. По этой причине что есть, то есть. А поскольку вы контролировать саму-то работу мозга при написании того или иного текста не можете, то и, соответственно, результат вполне предсказуем. Он является, по сути дела, результатом всей вашей предыдущей прожитой жизни. По этой причине, конечно, всем же интересны выдающиеся результаты. А поскольку мы многих сравнивали с Гончаровым, с Чайковским, с Будином, с тем же, с теми же государственными экономистами, известными из прошлого, и даже шахматистами. Поэтому интересно, а кто из наших современников обладает выдающимися способностями и широко известен? Ну, вполне понятно, что в первую очередь же интересуют люди, которые привлекают к себе много внимания. И как ни странно, с точки зрения обывателей, которые хихикают над нашими выдающимися поэтами, таким гением современности является Шнуров. Я понимаю, что многие будут возмущены, но как поэт он абсолютно гениальная личность. Какие замечательные он создает образы, какие тексты замечательные пишет. Причем на современном языке. Это не какая-то тухлятина из XIX века, а действительно современность. Ну, как можно себе представить, чтобы современный поэт смог создать такой яркий образ? Ну, как, например, про нашего известного, но крайне недалекого журналиста странной фамилии Слепадыров. То есть Невзоров. Паспортов хоть сто имей, всем на это ровно. Глист втирал мне, что он змей, типа хладнокровно. Ну, и кто может написать такие слова, кроме Шнурова? Да никто. Используя современную сложную лексику молодежную, он умудряется вложить столько эмоций и ощущений в свои стихи, что безусловный гений. Ну, это субъективные точки зрения. Мы, конечно, как подлые ученые, что совершенно понятно, решили все-таки проверить его так же, как проверяли те, кто высказал пожелание участвовать в нашем эксперименте, который, напомню, уже закончился 29 сентября. Оказалось, что количественные данные, оценки энергетических возможностей Шнура затрачиваются при написании вот этих самых стихов замечательных, которые он, безусловно, гениальные придумывает. Он где-то находится между Буниным, если говорить о гениях прошлого, и Толстым. Так что я могу только его поздравить, потому что его выдающиеся данные не только, так сказать, стали известны благодаря его песням и исполнению их на народе, но и в объективном исследовании. То есть он действительно пашет, он действительно пытается вложить в эти тексты много интеллекта, образов и сил, и это ему удается. Ну, а теперь перейдем к некоторым результатам нашего этого самого исследования. Всего у нас было 8 групп, мы выделили. Причем эти 8 групп были разделены по самому гениальному и талантливому и кончая самым низким показателем. Это не значит, что они финальные, потому что у большинства людей, которые присылали нам тесты, жизнь не заканчивается. И они могут еще вложиться в свой мозг и изменить эту ситуацию. Правда, это накладно, дорого и долго. А что же мы имеем на сегодняшний день? Ну, во-первых, только один человек достиг уровня превзошедшего, скажем так, многих писателей прошлого и настоящего. То есть один человек имеет параметры абсолютно гениального писателя. К сожалению, как я понимаю, он этим всерьез не занимается. Мы сообщили ему об этом, но это вот уникальное явление. То есть меньше полупроцента. Намного больше людей отнесли к второй группе, то есть целых трех человек, у которых параметры такие, как у Чайковского или Гончарова. Это, опять-таки, уникальные люди, которых очень мало. А вот две огромных группы, внутри которых, конечно, мы выделили подгруппы, третья, четвертая, пятая, в нее вошло 60 человек. То есть это люди не без способностей и те, которые могут еще самореализоваться уже с существующего субстрата. И, в конце концов, у порядка 130 человек, тех, кто относится к шестой, седьмой и восьмым группам, у которых, так сказать, нет яркого проявления на сегодняшний момент их способностей. То есть, иначе говоря, они, неважно, могут управлять собственным мозгом, энергетический баланс. На самом деле, не они над ним доминируют, а он над ними. Потому что они стараются эту энергию экономить, уходить от решения сложных творческих задач и просто пользоваться мозгом по хозяйству. Плохо или это хорошо? Это хорошо. Теперь вопрос всегда возникает так. А вот для чего вы, ребята, это все затеяли? На самом деле, затей было несколько. Среди них отработка методики, за что я приношу огромную благодарность всем, кто поучаствовал в этой технологии, потому что у нас у самих кое-что прояснилось. И мы смогли решить собственные научные проблемы. А с другой стороны, мы пытаемся найти законы, то есть установить их. Их еще нет. Поэтому вы в этом участвуйте, по сути дела. Законы стабилизации общества. Почему? Потому что многие, в том числе и из наших коллег, которые участвуют в этом проекте, очень боятся мобилизации, перестроек, катастрофы и прочих-прочих всяких явлений. Они хотят вести стабильную жизнь, чтобы, как в свое время говорил Александр Третий, чтобы все было, как при бабушке. Вот это обычно для людей, потому что мозг не хочет решать новые задачи и пугается любых изменений. Ему кажется, что они смертельны и разрушительны. Это нормально. Если бы это было уникальным, этого надо было бояться. А так нет. Так вот, в этом исследовании как раз мы поняли и постепенно начинаем, так сказать, дорабатывать технологию, связанную с тем, с поисками, а сколько, какой уровень должен быть, скажем так, энергетической неуправляемости мозга, для того, чтобы стабилизировать общество и избежать любых катастроф и потрясений. Ну, то есть, есть такой эффект. Некоторые даже говорят, там тыкаешь там вилкой, как в вату. То есть, ничего не происходит. Эта вата все гасит. Вот люди, которые экономят на собственном мышлении, которые просто живут по тем законам, которые установлены в обществе, в этом ничего плохого нет, они создают тот стабилизирующий отбор, консервирующая ситуация, которая позволяет обществу не саморазрушаться. Это важнейший принцип. Многие не понимают. Многие говорят, ну вот вы там ищете каких-то людей, зачем вам эти гении? Действительно. Зачем нам гении? От них один вред. Прикиньте, обернитесь назад. Смотрите, что гении наделали. Одна катастрофа. Если бы им вовремя отрубали голову, все было бы хорошо. Общество было бы стабильно. А эти безобразники все время что-то придумали за последние 5 миллионов лет. В результате у нас и мозг увеличился в 4 раза. В результате мы создали порох, колесо, автомобили и прочее. Это создают творческие люди, но это любое событие, как создание сотовых телефонов, например, радикально изменяет структуру сообщества. То есть дестабилизирует его. Поэтому на самом деле в любом исследовании любого государства надо обращать внимание на то, что сейчас вообще не принимается в расчет. И я очень надеюсь, что наши эти работы найдут соответствующую государственную поддержку. Потому что мы, собственно говоря, разрабатываем механизмы, стабилизирующие ситуацию не глобальным методом законов, а методом повседневного поведения отдельных людей. Это дико важно для того, чтобы не бояться будущего, чтобы оно было таким же стабильным, как вчера. Ну, хотя бы таким же. На это и посвящена данная работа, к которой мы через некоторое время вернемся, о чем будет объявлен дополнительно. А так, уважаемые слушатели, на этом я с вами прощаюсь. И, как обычно водится в этом замечательном ресторане Таверна Гроли, я с удовольствием нарушу нравственность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таверна Гроли, Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!